Добрый день, друзья! Эта программа направлена на повышение внимательности, умению сосредотачиваться и повышению нашей продуктивности. В ближайшие 7 дней я расскажу вам, как медитация нам в этом может помочь. И вы увидите, что даже короткая практика всего один раз в день дает огромные результаты и очень быстро. Переведите телефон в бесшумный режим, убедитесь, что вас ничего не будет отвлекать в ближайшие 10 минут, займите удобное положение. Постарайтесь держать спину ровной, можете опираться на что-то и закройте глаза. Самый сильный фактор, снижающий нашу продуктивность в делах, это переключение внимания. Мы привыкли считать себя очень многозадачными и уже не придаем значения таким мелочам, как уведомления на телефоне или простой глоток кофе. Нам кажется, что мы выполняем эти действия на автомате и они совершенно не мешают нашему рабочему процессу. Но это не так. Для того, чтобы полностью погрузиться в задачу, нашему мозгу нужно примерно 25 минут. Как только вы переключились на телефон или даже просто на посторонние размышления, ум тут же отвлекается от текущей задачи. И чтобы снова вовлечься в нее, вам опять потребуется 25 минут. Этот эффект в когнитивной психологии называется цена переключения внимания. Нам приходится дорого платить за любое отвлечение, ведь это мешает по-настоящему погрузиться в процесс и качество нашей работы страдает. Итак, вам не надо искать новые эффективные техники планирования или тайм-менеджмента, чтобы стать продуктивнее. Достаточно научиться управлять своим вниманием. И мы начнем прямо сейчас. Мы будем практиковать медитацию концентрацией и научимся удерживать внимание только на одном объекте. Дыхание. Для начала отметьте темп вашего дыхания. Оно замедленное, ускоренное или такое же, как обычно. Прислушайтесь к частоте вдохов и выдохов. Очень хорошо. Сейчас обратите внимание на то, как именно вы набираете воздух. Носом или ртом. Такие ощущения вы наблюдаете, когда совершаете вдох. Обратите внимание, куда дальше поступает воздух. Вы выбираете его грудной клеткой или животом. В первом случае на вдохе поднимаются грудь и плечи. Во втором – только брюшная стенка. Понаблюдайте за тем, как вы дышите. Теперь давайте изучим выдох. Чувствуете ли вы разницу в температуре воздуха на вдохе и выдохе? Какие еще ощущения вы можете заметить на выдохе? Тяжелые или короткие? Или наоборот, легкие и длиннее вдоха? Обратите внимание на ваше тело. Как оно ведет себя на выдохе? Какие его части вовлекаются? Плечи, грудь или живот? А может быть, все вместе? Понаблюдайте за собой. Теперь, когда вы так хорошо изучили свои вдохи и выдохи, проследите за своим полным циклом дыхания. Отметьте все свои ощущения, которые вы испытываете на вдохе. Затем проводите своим вниманием воздух до самых легких. Задержитесь на мгновение между вдохом и выдохом и также проводите воздух обратно. Отмечайте свои ощущения. Очень хорошо. Если вас отвлекают какие-то посторонние мысли, ничего страшного. Мы здесь, чтобы научиться отпускать их без ущерба для нашей концентрации и продуктивности. Когда мысль придет, просто отметьте ее, отпустите и вернитесь к практике. Давайте продолжим наблюдение за дыханием. Сделайте весь процесс от вдоха до выдоха максимально осознанным, как будто сейчас это самое важное, что происходит в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Замечательно! Даже это небольшое упражнение поможет нарастить продуктивность, если выполнять его регулярно. Впереди еще 6 дней занятий, на которых мы будем учиться управлять своим вниманием, а также узнаем и другие способы повышения продуктивности. Итак, наше занятие подошло к концу. Поблагодарите себя за практику и можете открыть глаза. До встречи завтра! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!